Начиная с осени и до середины весны, каждый день без выходных, зубровод Рамазан Кипкеев направляется в лес, чтобы угостить сеном и комбикормами уникальное стадо зубров. Численность около 40 особей, которые обитают в условиях многоснежных зим Архыского участка Тибердинского национального парка. Травоядным представителям фауны, занесенным в Красную книгу, подкормка помогает пережить зиму. Член Русского географического общества во главе с председателем Карачева-Черкесского отделения Вячеславом Онищенко приняли участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией реаклиматизированного зубра. Из Кызгычского ущелья наш репортаж. Ущелье Кызгыч по руслу реки с одноименным названием направляемся в гости к зубрам, занесенным в Международную Красную книгу. Да, дорога здесь по реке, только так можно проехать в урочище. Местами выезжаем на берег, где есть проезд. Услышав шум мотора, зубры выбегают из леса. Встречает гостей и взрослый представитель стада. Услышав звук автомобиля, все стадо Беловежско-Кавказских зубров, обосновавшихся в Кызгычском лесничестве, собирается на место кормежки. И буквально за минуту наш внедорожник оказывается в окружении крупных млекопитающих. Общедоступная столовая раскинулась здесь для зубров. И в сильные морозы, и в снегопад здесь накрыта поляна. И сейчас у краснокнижных животных обед. Сеном и комбикормами их ежедневно обеспечивает государственный инспектор по охране зубров Рамазан Кипкеев и руководитель архивского отдела охраны нацпарка Рамазан Хубеев. Они рассыпали в небольшие кучки овес, пшеницу и кукурузу. Биологическую подкормку реаклиматизированного зубра сотрудники Тибердинского национального парка начинают еще осенью, как выпадает снег. Страшно? Бывает, когда близко подойдет, конечно, страшно. Они же не предупреждают, может кинуться. Надо даже на затылках иметь глаза, когда он близко или она. Есть вот, например, сейчас вот, видите, вон корова пошла. Если она нападает, то мать самого маленького теленка, это ее старшая дочка. Она вместе с ним нападает тоже. Так что... То есть вы уже знаете повадки, да? Да, да, да. Я знаю, насколько их можно подпустить, а насколько нет. Это тоже спокойно. И они могут за мной ходить куда угодно. Я не знаю, чья они там ищут. Ну, они очень любопытные. Проводят они и постоянный мониторинг популяции животных. Это убежденные любители природы, и они преданы своей работе. Председатель Карачаева-Черкесского отделения русского и географического общества Вячеслав Онищенко 37 лет проработал в Тибердинском заповеднике. И его деятельность была связана и с научными исследованиями, и с охраной. Судя по этому стаду, я вижу, что охрана отдела, казгического отдела, они очень плодотворно работают. То есть сохраняют все эти традиции, которые были заложены до нас, в наш период, и сейчас, после, когда мы уже здесь не работаем. Кавказский зубр – неотъемлемая часть, символ гордости и могущества Тибердинского заповедника. В поселке Домбай вершина Доммай-Ольген. Вот вершина Домбай названа в честь зубра, потому что это самая высокая вершина Западного Кавказа. Это животное, у которого нет естественных врагов. Предельный возраст зубра достигает 30 лет, но, питаясь жесткими кормами, у них изнашиваются зубы, и еда для них становится труднодоступной, и тогда им сложно выживать. А инстинкт самосохранения этих животных на высоком уровне, и с виду такие спокойные, они могут притупить бдительность. На самом деле, они бывают опасными. Почему? Потому что они очень чутко реагируют на присутствие посторонних, охраняя свой молодняк. Сейчас в стадии порядка 10 голов молодняка, и вот они очень ревностно охраняют. Ну, сейчас их подкормили, они успокоились, и вот даже вот улегся отдыхать спокойно. Один из таких довольно эффектных представителей, самых крупных представителей стада. Почему-то опять они в нашу сторону стали направляться, мы их чем-то... Ну, это элемент... Видимо, это элемент любопытства. Очень близко, вот к вам подошел вот этот... Вот, и он пасется, видите, он не проявляет агрессивности, но, тем не менее, такая близость, это уже, в общем-то, опасно. И мы на некоторое время прервали съемку. Сотрудники архивского лесничества держали ситуацию на контроле, и через какое-то время животные отошли обратно. Члены Русского географического общества во главе с председателем Вячеславом Онищенко, приняв участие в мероприятии по охране и уходу за популяцией зубров, остались довольно увиденным. Здесь весна полностью вступает в свои права, и сейчас вовсю цветет курокус шафран-сетчатый. Вот здесь они, да? Или это будет страшно? Вот здесь их больше. Я становлюсь все смелее, подхожу к зубрам все ближе и ближе. Сколько их тут раз, два, и вот там аж прям много-много. О, как красиво! Подкормка краснокнижных животных продолжится до тех пор, пока не появится трава. И тогда эти крупные млекопитающие начнут пастись на солнечных зеленых лужайках, и зубровод не будет приходить сюда каждый день. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызгычское ущелье. Имеют место случаи выхода зубров за пределы нацпарка в населенные пункты, где создают определенные опасности и сами становятся жертвами браконьеров или погибают от истощения. Убедительная просьба при встрече с зубрами за территорией ущелья Кызгыч незамедлительно сообщать по телефону администрации архивского отдела Тибердинского национального парка, который вы видите на экране. Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызг Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызг Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Кызг